Привет, друзья! И вы, конечно же, знаете эту историю про Иоанна Крестителя, про завершение его служения, когда он погиб за истину Божию, когда его голова была отрублена по приказу Ирода. И дело в том, что Ирод был тот человек, который слушал Иоанна, который берег его, который почитал Иоанна, в принципе, за праведного и святого человека и во многом принимал его слова. Но так получилось, что Иродиада, жена Ирода, она инициировала смерть и убийство Иоанна Крестителя. Это злобная Иродиада, которая, злобясь на Иоанна Крестителя за его обличение, вразумление в ее адрес и в адрес Ирода, она устроила, в общем, убийство Крестителя. И, к сожалению, сегодня так получается, что вот эта вот Иродиада, вот эти вот ложные понимания, ложное богословие, Иродиадское такое, злобное, оно осело в умах многих и многих верующих, современных верующих. Эта Иродиада сегодня проповедует церковных кафедр, она сегодня продолжает убивать Крестителя, эта Иродиада сегодня продолжает злобиться, продолжает сегодня топтать Иоанна Крестителя. Вот, и церковь, она, как тот послушный Иродиаде Ирод, который подпал под влияние своей жены, она сегодня, церковь послушна этому и Иродиадову богословию. Вот, в этом уроке я хочу объяснить, что я имею в виду. И, знаете, мы сегодня читаем Господа Иисуса Христа слова, и мы принимаем эти слова, Иисус, Он живой, Он реально живой, Он реально воскрес из мертвых, Он реально есть сегодня. Вот, Он не тот, кто был в прошлом, Иисус жив для нас, и когда мы читаем слова Иисуса, они живы для нас. Вот, когда мы читаем слова апостола Павла, Он тоже жив для нас, мы читаем Его, да, Павел умер, но Он у Господа, и Он жив у Господа. И в конце веков Павел воскресник, и Петр также. Но мы читаем о том, как Павел путешествовал, проповедовал, и он как-то жив в наших сердцах, его слова актуальны. Его послания, они реально сегодня, они применимы в наше время, мы в это все верим, мы пытаемся это все практиковать и практикуем. И Петра практикуем, и Иакова, это классно. Но креститель сегодня, как я вижу, друзья, он зачастую во многих и многих общинах, церквях, индивидуально, какими-то каждым верующим, он просто убит, он просто нейтрализован. Креститель просто объявлен вне игры, креститель просто, ему показана красная карточка, и он удален. Про крестителя говорят, это человек Ветхого Завета, это человек, которого служение не актуально, это пережиток прошлого. То, о чем учил креститель, и то, как он действовал, это сегодня, оно неприменимо. Мы люди Нового Завета, мы более чем креститель, мы рождены свыше. Кто такой креститель, что он сделал? Вот мы, вот мы люди Нового Завета. И так понимают сегодня многие, к сожалению. И давайте посмотрим немножко о крестителе, я хочу немножко перевернуть в умах людей, просто скинуть с трона вот эту иродиаду в головах людей, что мы правильно, сбалансировано и истинно посмотрели на служение крестителя и, соответственно, на его слова. Евангелие от Луки, 16 глава, 16 стих, это Иисус Христос говорит вот эти вот слова. Он говорит вот что. Закон и пророки до Иоанна, с его времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. И здесь Иисус в своей речи, он подразделяет как бы историю человечества на два определенных периода. Ну, грубо говоря, да? На период закона и пророков. Период закона и пророков, период Ветхого Завета, период оправдания людей посредством исполнения заповедей, свода правил, свода уставов, свода закона, данного Богом через Моисея, закон и пророки, Ветхий Завет. И законы пророки, они были до Иоанна, с его времени, с этого времени, с времени Иоанна, Царствие Божие, оно благовествуется. И есть период эра благовестия, эра Евангелия. Люди не смогли посредством закона и пророков, посредством праведности от закона, войти в небесное царство, приблизиться к Богу. Люди не смогли, не потому что законы пророки греховны или как бы сами по себе несовершенны. Нет, закон совершен. Люди настолько слабы, настолько немощны. И как написано, закон ослабленный плотью не смог сделать совершенными людей. Мы слишком греховны, чтобы исполнить святой закон Божий, слова пророков, святых Божьих. Вот, и был период закона и пророков, период Ветхого Завета, но он был до Иоанна. Заметьте, законы пророки до Иоанна, служение Иоанна, это не то, что сопряжено с законом и пророков. Пророком Иоанн не был, не был проповедником закона и пророков. Иоанн не был таким проповедником. Иоанн не был представителем закона и пророков, представителем Ветхого Завета. Закон и пророки были до Иоанна. Но с этого времени, с времени Иоанна Царствие Божие благовествуется. Давайте поймем это, давайте в это поверим, что Иоанн был представителем Евангелия. Иоанн был тот, кто нес именно Евангелие, не доктрины закона, а Евангельскую весть. Вот, поэтому сегодня и Иоанн, служение Иоанна Крестителя, оно актуально. Время Евангелия сегодня, и до пришествия время Евангелия, Иоанн, он актуальный представитель Евангелия. Вот, я сейчас покажу вам еще Луки 3 глава, стих 18, и здесь написано даже вот с первых стихов, как Иоанн проповедовал определенные вещи, учил определенных вещам, и в стихе 18 сказано, многое другое, благовествовал он народу, получая его. Заметьте, что Иоанн, он получал народ, и он благовествовал народу. Заметьте, что Иоанн не был книжником, учителем закона Моисея, проповедником оправдания делами. Иоанн не проповедовал обрезание, Иоанн не проповедовал ритуальные законы и обряды Ветхого Завета, коих очень много в Священном Писании. Иоанн не проповедовал греховность свинины, не проповедовал кашрут, святость кашрута или какие-то другие ритуальные обрядовые вещи. Иоанн был чистейшей воды представителем Нового Завета, и он благовествовал. Многое другое благовествовал он народу, получая его. Законы пророки до Иоанна. А вот во времени Иоанна, Царствие Божие, оно благовествуется. Иоанн, он благовествовал. Можете ли вы поверить и принять, что Иоанн представитель благовестия? Он нес благую весть, он нес Евангелие, равно как Иисус Христос нес радостную весть и Евангелие. Просто во многих церквях люди верят, что Иоанн это все, это представитель Ветхого Завета, это пережиток прошлого. Нет, друзья, Иоанн это представитель Евангелия. Давайте посмотрим еще дальше. Евангелие от Луки, первая глава. И здесь вот что написано, здесь Лука пишет Евангелие. От Луки святое благовествование, это евангельское повествование. Евангелист Лука пишет евангельское, подчеркиваю, евангельское повествование. И он говорит, что я с первых стихов изучил многие различные послания, Евангелия, все, что сказано об Иисусе Христе, о Евангелии. Я все это изучил по тщательному исследованию всего изначально. Я все это изучил. И он говорит и дальше. И я решил написать, сделать определенные выводы и изложить все, что я изучил в труде своем. И стих 4. Чтобы ты, достопочтенный Феофил, узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Заметьте, Лука пишет евангелие от Луки для того, чтобы Феофил, он был, он узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Какого учения? Учение Христова. Давайте поймем, что Лука хочет показать твердое основание, основу, фундамент учения Христова. То, на чем базируется учение Христова, евангельское, новозаветное учение. То, на чем стоит учение Христова. И он начинает описывать с первых строк вот это твердое основание учения. То есть, с первых строк Евангелия от Луки, Лука описывает учение Христова. Из чего начинается вот это вот благовестие учения Христова? И начинается со стиха пятого, что жили, добыли во дни Ирода, царя Иудейского, священник Захария и жена его Елизавета. Два старичка жили, у них не было детей. И тут пришел ангел, это были родители крестителя, пришел ангел к Захарии и говорил Захарии. Это, друзья, это Евангелие, это Новый Завет. Евангелие и учение Христова начинается с рождения крестителя. Евангелие начинается с того, как зачат был креститель, как ангел пришел и сказал о том, что появится креститель. И он в стихе, в стихе 10, от 17 написано, и придет пред ним, пред Иисусом, прежде чем явится Иисус, пред ним придет кто-то, это креститель. И придет пред Иисусом в духе и силе Илли. Евангелие начинается с крестителя. И креститель был тот человек, который, стих 15, он будет велик пред Господом, не будет пить вина и сикера. И Духа Святого исполнится еще от чрева Матери своей. Креститель был наполнен Святым Духом от чрева Матери. Сегодня современные христиане смеются над крестителем. Кто такой креститель? Мы сегодня больше крестителя. Мы верим в воскресшего Иисуса. Креститель это пережиток Ветхого Завета. Друзья, ну кто из вас был исполнен Святым Духом от рождения, от зачатия Матери? Кто из вас имел Святого Духа от самого рождения? И когда Елизавета была на шестом месяце беременности, и креститель был внутри у нее и был наполнен Духом Святым, и Мария пришла к Елизавете, и Елизавета увидела Марию, то младенец шестимесячный, который в животе еще был, он, Дух Святой, в нем увидел Господа Спасителя, который тогда был в животе у Марии в зачаточном состоянии неделю или две, как оплодотворилась внутри себя Мария. И тогда Дух Святой внутри крестителя, который был в животе у Елизаветы, он возрадовался. И сам младенец, написано, он возликовал внутри, в животе у Елизаветы. Стих 41, первая глава Луки. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в очреве ее. Это слово «взыграл» буквально означает «заскакал, запрыгал, затанцевал». Креститель, наполненный Духом Святым, будучи младенцем, зародышем, то есть шестимесячным ребеночком внутри, в чреве, еще не родившимся на свет, он затанцевал, запрыгал, заскакал и возрадовался внутри, потому что он был наполнен Святым Духом. Вот и все. У него сработал мощный и сильнейший дар Словознания внутри Крестителя, внутри младенца, еще нерожденного. Он узнал через голос Марии, что пришла та, кто носит в очреве своем Спасителя всего человечества, друзья. И вы говорите, вы сегодня круче Крестителя. Стоите ли вы в одном ряду с ним, друзья? Если мы сегодня всего лишь кто-то из нас, мы там калякаем на языках, и я за языки, за проявления языковые, но самое большее, что ты можешь сделать, это долго-долго говорить на непонятном языке, и все. Ты посмотри на жизнь Крестителя, от чрева, исполненный Духом Святым. И Елизавета, когда младенец взыграл в очреве, она наполнилась от Крестителя Духом Святым, и в ней начал проявляться ярким образом дар слова знания. Она сказала, вау, откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего? Откуда она могла знать, что Мария беременна в то время? Только неделю-две Мария как забеременела. Откуда она могла знать? И она сказала, вау, благословен плод чрева твоего. И она говорит, начала пророчествовать, мощнейший дар слова знания, пророчество о будущем Марии стало исходить изнутри Елизаветы. Она узнала, что пришла Матерь Господа. Она узнала, что внутри у Марии не просто ребенок, а ребенок, который есть Господь, и пришла Матерь Господа. Откуда это? От Духа Святого, который был в Крестителе, друзья. Мощнейший дар слова знания и пророчества перешел от Крестителя к его матери. Когда Креститель еще был совершенным младенцем в чреве, друзья. Это был сильный пророк Божий. Это был мощный пророк Божий. Про него сказано, стих 15, ибо он будет велик пред Господом. Сказано ли про тебя в Библии, что ты велик пред Господом? Лично ты. Нет, твое имя даже в Библии не записано. Да, слава Господу. Ты записан на дланях у Господа, на его руках. Ты записан в книге жизни. Но мы часто превозносимся и гордимся, унижая людей Ветхого Завета, унижая Крестителя. Говорят, что мы сегодня круче, видите ли. Мы сегодня... Посмотри на свою практику, на свою жизнь. Насколько больше ты сегодня преуспел пророков Ветхого Завета или Крестителя, представителя Нового Завета. Ты где далеко до них? Очень далеко. Безмерно далеко. И поэтому не нужно превозноситься. И Креститель это был человек, исполненный Святым Духом, наполненный и движущийся в Святом Духе. Евангелие от Марка. Евангелие от Марка, первая глава. Я покажу вам сейчас такие вещи. Вот что. С первого стиха написано. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Говорится о начале Евангелия. С чего начинается Евангелие? С чего начинается период Евангелия? С чего начинается вообще Евангелие Иисуса Христа, Сына Божия? И вот с чего. Как написано в второй стиху пророков. Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь пред тобой. Евангелие начинается не с Иисуса Христа. Евангелие Иисуса Христа начинается не с Иисуса Христа, начинается с Крестителя. Перед тем, как явится Иисус, должен прийти ангел, который приготовит путь пред Иисусом. Который приготовит дороги, чтобы Иисус мог прийти. И этот ангел, он стих 3, он глаз кричащего, вопиющего в пустыне, требующего от людей, приготовьте путь к Господу, приготовьте путь, чтобы Бог мог прийти, чтобы Господь явился, сделался явным. Прямыми сделайте ему дороги, этот ангел, говорит, и это Креститель. И явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя, провозглашая крещение покаяния для прощения грехов. Креститель требовал, чтобы все люди выходили и каялись, чтобы каждый обратился от нечестия беззакония своего. И выходили к нему вся страна иудейская, иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Итак, с чего начинается Евангелие? С Крестителя. Креститель это представитель Евангелия, дорогие друзья, давайте в это поверим и увидим. Это евангельский вестник, это благовестник Иисусов, это тот, кто двигался в паре, в служении с Иисусом Христом. Креститель это тот, кто должен был дать пас Иисусу, чтобы Иисус забил гол. Вот, в Евангелии от Матфея, 11 главе, прочитаем еще с 11 стиха такие вещи. Иисус говорит, истинно говорю вам, из рожденных женщинами не восставал больше Иоанна Крестителя. Креститель больше всех рожденных женщинами, но меньше и в Царстве Небесном, больше его. И здесь Иисус говорит о том, что Креститель, он больше и всех, кто когда-либо был на земле и нес земное служение. Он более всех, он более велик и значим пред Господом. Его служение, оно просто весомо, массивно и актуально, значимо очень сильно. И более его, как бы, большего не было. Но тот, кто вошел в Царствие Небесное, тот, кто меньше и даже в Царстве Небесном, больше его. То есть, другими словами Иисус говорит здесь, что важнее не то, кем ты на земле являешься. Важнее не то, какое ты служение нес на земле. А важнее всего, кем ты там оказываешься в Царстве Небесном. Можно быть здесь на земле актуальным, значимым, им весомым, приносить какой-то плод, а не оказаться в Царстве Небесном, не дай Бог. Вот и важнее быть там, на небесах быть, занимать место на небесах какое-то всегда важнее, чем нести какое-то служение здесь на земле. Об этом Иисус говорит. И дальше он говорит, одни из же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется. Смотрите, с какого времени Царствие Небесное силою берется, и мы читали до этого, оно благовествуется. С какого времени Царствие Небесное благовествует? Одни Иоанна Крестителя. Царствие Небесное и Евангелие, друзья, благовествует Царствие Небесное со временем Иоанна Крестителя. Креститель не представитель Ветхого Завета. Креститель яркий и четкий. Представитель Нового Завета. Равно как и Петр, равно как и Павел, и Аполлос, и Стефан, и Христос Иисус наш Господь. Креститель яркий представитель Нового Завета. С его дней Царствие Небесное силу берется, силую. И употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон пролекли до Иоанна. Вот до Иоанна была эпоха Ветхого Завета. А с Крестителя началась эпоха Нового Завета. Поэтому сегодня Церковь, когда отвергает Крестителя как представителя Нового Завета, она просто дает место этой злобивой иродиаде, которая нейтрализует служение Крестителя и его слова делает незначимы. Не важно, что чему учил Креститель, это не актуально. Это Ветхий Завет, это пережитки Ветхого Завета. Так говорят. Это страшная ересь, и это просто все инспирировано этой еретичной злобивой иродиадой, которая воссела у верующих. И дальше Иисус говорит, стих 14, «И если хотите принять, он есть Илья, которому должно прийти». Иисус говорит, что Креститель является тем Ильей, о котором пророчествовал пророк Малахи, и который должен прийти, которому необходимо будет прийти. Давайте прочитаем это пророчество. Вот, это книга Малахи, последняя книга Ветхого Завета. Четвертая глава, стих 5 и 6. И Малахия пророчествует. Последняя книга Ветхого Завета. Последняя книга с законом и пророков. И Бог дает такие последние слова через пророка Малахию. Вот, заканчивается Ветхий Завет, все. Финал Ветхого Завета. Финал священных писаний прошлой эры, старой эры. Вот, финал оправдания делами. И что пророчествует Малахия, что говорит Бог в конце Ветхого Завета. Чем он заканчивает Ветхий Завет? Вот, я пошлю к вам Илью пророка перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного. И он, этот Илья пророк, обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцамых, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. И заметьте здесь, что заканчивается Ветхий Завет. И после того, как заканчивается Ветхий Завет, Бог обещает, что в скором времени он пошлет к народу Илью пророка. И Иисус сказал, и мы говорим об этом, что этот Илья это креститель. Креститель принес служение Ильи. Ильи на эту землю. Он пришел, это тот Илья, который должен был прийти. И он должен прийти и служить перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного. Что это за день такой? Это грядущий день. Это последний день, которого мы еще ожидаем. Это последний день пришествия Божия, в который воспламененные небеса не растают и стихии разрушатся. Это день, который грядет. Это день страшного суда. И Иисус, стих 6, когда придет, он поразит землю проклятием. И земля будет уничтожена. Земля и все дела на ней будут просто уничтожены и разрушены. Это будет внезапная пагуба. День погибели всех нечестивых. Когда Иисус грядет с неба, он поразит землю проклятием. Когда до этого Иисус пришел, он пришел, чтобы принести благословение, умереть на кресте во искупление людей. Но когда он явится в будущем, он придет и поразит землю проклятием, полным уничтожением. И вот креститель, он должен прийти, этот Илия, и он должен прийти и служить до наступления Дня Господня Великого и Страшного. Он должен обратить сердца отцов к детям. Он должен принести покаяние, обратить это, развернуть это, повернуть. Это повернуть одного человека к другому. Это разрушить перегородки между людьми, между поколением, между отцами и детьми. Принести покаяние. Вот. И до пришествия это служение будет. До крестителя убили. До крестителя и радиада убила. Но его слова записаны в Библии. И они сегодня актуальны до пришествия Господня. До Дня Господня Великого и Страшного. До того дня, когда Иисус придет и поразит землю проклятием. И сегодня мы не можем легкомысленно относиться к словам крестителя. Говорят, это не актуально. Это не для нас сегодня. Мы сегодня церковь, мы видели воскрешего, мы верим в него и так далее. Это креститель пережиток ветхозы. Мы не можем так говорить. Потому что это страшная глубокая ересь. Это иррадиада, воссевшая в умах верующих. Давайте посмотрим дальше еще. Евангелие от Марка, 9 глава со стиха 9. И здесь, когда же сходили они с горы, Иисус велел никому не рассказывать о том, что видели. А видели они преображенного Господа Иисуса на горе преображения. И не рассказывать никому, что видели, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. Как это, не понимаем мы. И спросили его, как же книжники, знатоки закона, говорят, что Ильи надлежит прийти прежде. Он сказал им, правда, верно, верно. Илья должен прийти прежде и устроить все. И Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что и Илья пришел и поступили с ним, как хотели, как написано о нем. И Иисус говорил о крестителе. Илья пришедший, это креститель. Я подчеркну и напомню, что служение Ильи, оно должно быть до дня пришествия. Хотя его убили и поступили с ним, как хотели. Вот. И что еще мы можем здесь увидеть? Илья, в 12, должен прийти и устроить все. Для чего нам нужен сегодня креститель? Потому что он должен прийти и устроить все. Друг, ты смотришь на свою жизнь. Почему моя жизнь не устроена? Почему беды, проблемы, нужда, горечи? Почему я хромаю на оба колена? Почему все так в моей жизни? Ведь я верю в Господа Иисуса Христа. А я тебе отвечу. В твоей жизни не устроено многое. Или не устроено все, потому что ты отверг этого Илью, крестителя. Илья должен прийти прежде и устроить все. Прежде чем Сын Человеческий явится. Должен прийти Илья. И Иисус двигался в паре с крестителем. Их служение было парное, как и в Новом Завете. И Иисус посылал апостолов по два человека. Как и Павел двигался с Варнавой. Как и Павел двигался с Силуаном, с Тимофеем. Апостолы двигались группами. Так и Иисус в определенном образе работал и двигался в паре. Крестителем был тем, кто отдал пас Иисусу. Иисус же был гол на Голговском кресте. И Илья, креститель, должен прийти и устроить все. Церковь сегодня отвергает крестителя и его учения. И именно поэтому она не устроена. Поэтому в церкви не устройство и все худое. Не устроена сама церковь, друзья. Не сбалансировано учение церкви. Люди просто больны духовно. Люди шатаются. Люди просто, не знаю, по всяким же учениям, ересям. Люди в недугах духовных и физических. Почему? Потому что не приняли Илью. Илья должен прийти и устроить все. И если ты сегодня принимаешь Сына Человеческого, Иисуса Воскресшего, Господа и Бога нашего, пришедшего в плоти, ты должен и принимать сегодня Илью, который устроит все. Но, говорит Иисус, говорю вам, что Илья пришел и поступили с ним, как хотели, как написано о нем. Убили его. Убили Илью, отвергли Илью, отвергли крестителя. И сегодня церковь поступает с крестителем, как она хочет. Как церковные богословы решают, так она и поступает. Церковь так и поступает с крестителем. Поступили с ним, как хотели, а мы решили, мы не принимаем, неактуально. Нам не подходит. Нашему учению гиперблагодати не подходит учение крестителя. Мы отвергнем его, мы выкинем его. Вот и все. И поступили с крестителем, как хотели. Давайте посмотрим дальше, друзья. Евангелию от Уанна, 3 глава. И здесь вот, что написано. Третья глава Евангелия от Иоанна. И здесь креститель, он говорит такие слова. 28 стих. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред Ним. Креститель проповедовал такую проповедь. Он говорит, не я Христос, не я помазанник, но я послан перед Ним. И дальше он говорит, стихи 30, ему должно расти, а мне умоляться. Я послан для того, чтобы быть предтечей, предшественником Христа, но я должен прийти. И получилось так, что стоящий за мною стал впереди меня. Так говорил креститель, я пришел, и мое служение в том, что стоящий за мною стал впереди меня. Сегодняшние религиозные лидеры поступают с точностью наоборот. Они приносят в жизнь человека Христа, как бы Христос предтеча в жизнь человека, для того, чтобы стать впереди Христа в жизни человека. Креститель поступал наоборот, он говорил, не я Христос. Сегодня многие так называемые лидеры, помазанники они себя называют, они проповедуют о том, какие они помазаны. Они говорят, я помазанник, я помазанник. Они топчут крестителя прямым образом. Креститель. Больше из всех людей он проповедовал, не я Христос. Есть помазанник истины. Я вообще, ему должно расти. Моя задача его взрасти. Моя задача умоляться и смиряться, чтобы не было видно, а Христос был виден. Сегодня люди наоборот поступают в церковь и себя проповедуют. Павел писал, мы не себя проповедуем, но Иисуса Христа Господа нашего. И креститель говорит в стихе 29. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему радостью, радуется, слыша голос жениха. Креститель говорит, я в принципе не хочу слышать свой голос, мне нравится голос жениха. Я хочу, чтобы жених говорил, а я друг жениха. Как жениху нужны брачные друзья, которые будут помогать ему, так в служении Иисуса нужен был тот человек, который будет брачным его другом. Христос жених, церковь невеста. Не креститель жених, не креститель руководитель невесты, а жених Христос. Он говорит, я друг жениха, я просто помогаю, вот и все. И сегодня любой служитель, он должен брать пример с крестителя. Ты не жених, ты не владыка церкви, ты не владелец церкви, ты не господин церкви. Ты всего лишь друг жениха. И твоя задача не чтобы твой голос, твой авторитарный голос, голос деспота и правителя распространялся в собрании, а голос жениха. Чтобы невеста знала голос жениха, чтобы люди знали голос жениха, а не твой голос. Креститель об этом пропал, он говорит, побыстрее бы мне умолиться, меня лучше бы не было видно, но чтобы жениха. И я радуюсь, когда видно жениха. И я тоже и стою, и внимаю ему. И настоящие служители Божии, это те, которые радуются, когда Дух Божий действует в церкви. Настоящие пресвитеры, служители в церкви, несущие пресвитерскую, епископскую функцию, они радуются, когда Дух Божий пророчит через людей. Когда поднимаются среди народа Божия, учители писания, излагают поучения новые, которые как бы разрывают старые понимания. Они радуются голосу жениха, они несут пассивную функцию. Их задача умоляться, чтобы Христос рос в других людях. Сегодня креститель вот в этом контексте растоптан полностью. И давайте подметим и увидим, что креститель, он друг жениха, и он двигался в паре с Иисусом. А Иисус двигался в паре с крестителем, а не каким-то образом, так Бог сделал, они дополняли друг друга. Поэтому, друг, пойми, что ты один в поле не воин. И сегодня церковь строится на едином помазаннике, всеодаренном, самопомазанном, и куча помощников, которые ему помогают. Это неправильно, даже Христос, он говорит, посмотрите на меня, я движусь в паре с крестителем. Креститель меня дополняет. Я дал вам образец, что вы не супер такие, как бы, самодостаточные, вот эти, как сегодня, харизматические лидеры. Вы должны это понимать, что тело не из одного члена, но из многих. И дальше еще мы прочитаем Матфея 11, глава, стих 16. Матфея 11, 16. И здесь еще вот, что я хочу вам подчеркнуть и показать. Иисус говорит, но кому я уподоблю вот это поколение, род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и обращаются к своим товарищам, говорят, мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, вы не рыдали, ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел сын человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино друг мытарям и грешникам. И смотрите, Иисус подчеркивает, что мы пришли, и сначала Иоанн, потом я. Он как бы себя ставит в паре с Иоанном, они вместе двигались. Иоанн и Иисус представители Нового Завета. Иоанн пришел как аскет, он ел акриды, дикий мед, он не пил вино, был назареем, он не ест, не пьет сугубо и аскет, и говорит, вот в нем бес. Пришел сын человеческий, ест и пьет, пьет вино, который любит пить вино, кушает вместе, веселится, радуется, бывает на свадьбе в Кане Галилейской, там радуется, творит вино, благословляет людей на свадьбе, торжествует и радуется на свадьбе, помогает в устроении свадьбы, и Иисусу говорят, что в нем бес. И заметьте такую вещь, что креститель, будучи аскетом глубоким, который всю жизнь прожил в пустыне, в одной из общин каких-то отделенных, вот, подобно кумранской общине, в таких, в общине аскетов, которые отделились от всего мира, от Иерусалима, который они считали развращенным, он прожил и, будучи аскетом, получил глаз Божий и пришел в Иерусалим, и он, креститель, не обвинял Иисуса. Иисус был на свадьбе в Кане Галилейской, радовался, веселился, пил вино и ел. Сегодня многие люди, они просто травмированы, вот, я не знаю, этой иродиадой в их головах, они просто, они просто, я не знаю, они, они контужены этой иродиадой. У них в голове вообще такие вещи, они говорят, как вы сегодня, как вы верующие, можете радоваться, веселиться, танцевать, как вы можете, верующие, быть на свадьбах. Вот они, креститель, будучи аскетом, знающим Бога, аскетом он был, он сам не ел, не пил, он не обвинял Иисуса, он понимал, у нас разные призвания, это не грех. Это не грех быть на свадьбах, это не грех веселиться, это не грех пить вино. Пьянство это грех, пьянство это сугубый грех, и пьяницы Царствия Божьего не оследуют. Но кушать, пить вино, веселиться, радоваться, это не грех. Сегодня куча верующих, которые просто травмированы, говорят, вот вы мерзкие, вы радуетесь, вот вы там красиво одеваетесь, вот она там помадой чуть приукрасилась, блудница, этот мир. Вот свадьбы, свадьбы, вы на свадьбах рады, танцуете, сатанинская свадьба. Вы травмированы этой злобной радиадой, в дух злобной радиады вас, друзья, нужно освободиться. Креститель не критиковал Иисуса, понимая, что Иисус праведен. Он сказал, Иисус, вообще не надо тебе от меня креститься, я должен от тебя креститься, я человек грешный, я должен от тебя креститься, ты праведник и святой. Ты, Иисус, который бываешь на свадьбах, который творишь вино на свадьбах, и радуешься, веселишься, и помазанный елеем радости более соучастников, ты более праведен, чем я. Евангелие от Матфея, мы просмотрели, Луки 3 глава, креститель проповедовал покаяние. Он говорил со стиха 7, выродки змеины, порождение ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева. Сотворите достойные плоды покаяния, гиперблагодатное учение, ересь ирадиатская вот это, она устраняет покаяние вообще. Креститель говорит, не просто скажите, я верю в Господа Иисуса Христа, каюсь, каюсь, отрекаюсь, сотворите достойные плоды покаяния. Секира при корне деревьев лежит, дерево, которое не приносит доброго плода, плода покаяния, результата покаяния, измененной жизни, его срубают и бросают в огонь, адский огонь, огонь гиены огненной. Нет, нам это не актуально, говорит ирадиата, убьем крестителя. Мы благодатью спасены, мы верим в Господа Иисуса, мы все, нам не нужно покаяния, нам не нужно творить плоды покаяния, стремиться к святости и правительству, нам это не нужно. Это законничество, это креститель, представитель Ветхого Завета, так говорит злобная ирадиата, которая живет в голове людей. Вот, и дальше написано, крестителю пришли мытари, пришли воины, и говорит, воины, а нам что делать? Нам как? Нам может оставить во воинскую службу? Он говорит, нет, довольствуйтесь своим жалованием, стих 14. Никого не обижайте, не кривещите, оставайтесь солдатами и довольствуйтесь своим жалованием. Пришла ирадиада и говорит, креститель, это человек Ветхого Завета. Нет, нельзя сегодня в армии грех служить. Сегодня вот эти люди, они принявшие ирадиаду, я не сужу их, понимаешь, что это ересь, въевшаяся от отцов, учивших их в нем голову. Они говорят, в армии служить грех, полиция это мирское, все грех, все беззаконие, свадьбы грех, армия грех, все грех, все беззаконие. Ты говоришь, вот креститель говорит, что воины, оставайтесь воинами, мытари, мытарями, только никого не обижайте, не делайте зло, довольствуй своим жалованием, никого не насилуйте, не клевещите и так далее. Не вымогайте денег с доносами, доносами, как в переводе епископа Кассиана. Нет, это креститель, это неправильно, это Ветхий Завет и так далее. Люди убивают крестителя, друзья, креститель представитель Нового Завета, вот и все. И в этом они убивают его, растоптан креститель, друзья, сегодня полным образом, пацифизм сегодня, вот нельзя, верующие оружие, верующие армии несовместимы, куча, сотни тысяч, сотни тысяч, динаминации все повержены в это, об этом учат просто. Растоптали крестителя, и кто тому виной? Виной тому, что вы оказались Иродом, который слушает Иродиаду, нежели чем слушать Бога и слушать крестителя, которого Бог послал, как представителя Нового Завета. Евангелие от Марка 6 глава, друзья, здесь написано вот что, в 6 главе, что стих 17. Ибо сей Ирод послав, взял Иоанна, заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ирод женился на Иродиаде, но закон Божий, закон Моисея не позволял ему жилиться на Иродиаде, потому что прежний ее муж был братом Ирода. Филипп был братом Ирода. И когда женщина разводилась с мужчиной, то она могла выйти замуж за кого угодно, но только не за близкого родственника, не за родственника своего первого мужа. Ирод же, он нарушил этот закон, и он женился на жене брата своего. Почему нельзя было жениться на жене брата? Потому что это рождало вражду между братьями, разрушало кровные родственные узы. Из тих 18 Иоанн говорил Ироду, мне должно тебе иметь жену брата твоего. Иоанн требовал развода. Иоанн учил, что тебе, Ирод, нужно развестись. Сегодня церковь растоптала крестителя и в этом. Он говорит, все, всякий развод грех. Вот браки нормально, развод грех. Развод и грех. Креститель проповедовал развод. Креститель сказал, что брак Ирода и Иродиады был беззаконием. Не всякий брак, это благословение и от Бога. Не всякий брак, это где Бог сочетал. Есть браки не от Бога. И есть разводы от Бога. А церковь говорит, нет. Иродиада в церкви говорит, нет, нельзя разводиться. Это все грех. Все грех, все беззаконно. Развод не позволите никогда и ни по какой причине и так далее. Просто Иродиада в головах злобные. Вот и все. Убили крестителя и в этой сфере, друзья. Евангелие от Анна, глава 10, стих 41. И здесь вот что написано. И многие пришли к Иисусу и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда. Но все, что сказал Иоанн о нем, об Иисусе, было истинно. И сегодня куча харизматических адептов. Я верю в харизматию, в хорошие харизматические дары. Это классно, это чудесно. Но есть харизматические адепты, которые говорят, мы не верим ничему. Мы только верим чудесам и знамениям. Пришел Иоанн и не сотворил никакого чуда. Он говорил верно. Он говорил точно, праведно и истинно, но никакого чуда не сотворил. И он был от Бога. Величайший человек. Сегодня церковь говорит, покажи мне чудо. Я там, где чудеса. Не важно, что ты говоришь. Не важно, что говорит харизматический лидер. Хоть что он учит. Хоть 5 измерение. Хоть 25 измерение. Хоть что он учит. Хоть блудит со своими прихожанками. Главное, что он чудеса творит. Церковь адепты чудес просто. Адепты чудес. И вы будете обольщены антихристом. И сегодня этим духом антихриста обольщены. Этим духом, который творит чудеса. Ложные. Бесовские чудеса. Сверхъестественные. Мощные проявления. Но бесовские. И люди будут слушать этого антихриста. И сегодня слушают. Потому что они говорят, только чудеса это. Вот там это истина. Убили крестителя и в этой сфере. Евангелие от Иоанна 1 глава. Я буду заканчивать, друзья. И здесь креститель сам говорит. Такие слова. Он говорит. Его спрашивают. Кто же ты такой? Он говорит. Я не Христос. И стих 26. Иоанн сказал им в ответ. Я крещу в воде. Я погружаю в покаяние. Я погружаю в покаяние церкви. Нужно погружаться в покаяние. Церкви нужно креститься как бы. Духовно сегодня. Когда мы крестимся во Христа Иисуса. Иоанн нам в крещении туда уже входит. Но крещение Христово, оно больше и шире. Мы в смерть Христову крестимся. Но покаяние никто не отменял. Сам Христос проповедовал то же, что и креститель. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Не просто веруйте в Евангелие, но покайтесь. Покайтесь, говорил Христос. Иоанн говорит, что, стих 26, я крещу в воде. Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Центральная тема Иоанна была о Христе. Не о себе, а о Христе. Он говорит, стоит среди вас кто-то, кого вы не знаете. Он-то идущий за мной, но который стал впереди меня. Я недостойен развязать ремень у обуви его. На другой день, стих 29, видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот агнец Божий. Посмотрите, вот он, ягненок Божий, который берет на себя грех мира. Это есть тот, о котором я сказал, идет за мной муж, который стал впереди меня, потому что он был всегда прежде меня. И я пришел, он говорит, стих 31, для того, чтобы он был явлен Израилю. Я пришел, чтобы Иисус был явлен народу. И сегодня, если ты топчешь крестителя, ты не даешь Иисусу возможности явиться в твоей жизни. Креститель пришел, и до пришествия он совершает это служение, хотя он умер уже, для того, чтобы Иисус был явлен в твоей жизни, явственным в твоей жизни. С Богом, друзья.